20 минут о стильном и красивом что проявляет себя в любую погоду и при любых обстоятельствах это beauty time на 31 всем здравствуйте не все рубрики посвященные преображению у нас связаны с салонами красоты и магазинами одежды есть у нас такой проект инстачек в котором преображают instagram аккаунт и прямо сейчас свежий выпуск инстаграм у большинства людей ассоциируется с красивыми картинками а между тем эта площадка такая же многогранная как и сама жизнь свои аккаунты есть и у салона красоты и у клининговой службы и у автосервиса и о том как сделать этот аккаунт эффективным на конкретных примерах мы рассказываем в проекте инстачек ссори еще разочек начиналось это все с автоэлектрики потому что это одна из самых сложных систем автомобилей дальше уже клиент начали просить постоянно что давайте расширитесь до мелкосрочного ремонта знакомьтесь василий руководитель автосервиса в котором сразу два ключевых слова авто компания занимается ремонтом машин и сервис здесь все настолько клиент ориентированно что не перестаешь удивляться такой искренней заботе об автомобиле и его владельце стараемся оказывать полный комплекс чтобы клиент пришел оставил ключи сделал все свои дела пришел забрал уже целый автомобиль его не касается не поиск запчастей не поиск каких-то других мастеров мы здесь это не чиним отправляем сервис партнером ремонт рулевой рейки тоже самое да мы здесь можем это качественно диагностировать сказать что вот здесь реально проблема причем мы даем гарантии на это что если у нас мы поставили неправильный диагноз то мы тогда денег не берем никогда конечно такая команда сложилась но относительно недавно в ту которую вы сейчас видите потому что очень ступолезно подходим подбору персонала не про электрика еще не сказал кстати за свою работу компания завоевала не только любовь клиентов но и признание в профессиональных кругах у меня и механики и я и менеджеры все проходили это было на протяжении нескольких месяцев различные опросы интервью и все прочее и как бы с первого раза подошли и заняли вот третье место по уралу по всему лучше автосервис в компании где принято все вопросы решать самостоятельно и первые странички в соцсетях тоже создавали сами мы начинали с того что конечно сами создали группу вконтакте сами создали аккаунт в инстаграме что-то там пытались сделали но никакого эффекта это не принесло вообще абсолютно подходящие и самым агентство ребята тоже нашли не сразу поработав с одними инстаграм продвиженцами поняли что по-настоящему нужно их бизнесу я сразу же сказал мне не интересно просто продвижение в инстаграме мне интересно продвижение моего бизнеса в целом то есть это придумывание и каких-то маркетинговых ходов и продвижение в инстаграме этими вопросами занялись наши ведущие аня или на из агентства про пиар медиа и так мы познакомились с компанией с деятельностью теперь переходим к аккаунту верно ли она отражена у них пока и так начнем сразу имени профиля да то есть здесь у нас все слитно непонятное до полное название что это название аккаунта очень длинная она плохо читабельно и она не актуальна по сравнению с логотипом данной компании она даже написано здесь неправильно имени поисковой строки написано все верно да это автосервис челябинск но я бы добавила автосервис может быть автозапчасти челябинск переходим шапки профиля в принципе у них указаны все услуги которые они предоставляют можно их чуть-чуть видоизменить дополнить и так в целом неплохо шапки профиля нет уникальности здесь написаны общие моменты до чем занимается автосервис но не написаны какие текущие тут акции нет уникального торгового предложения который дает сервис также очень огромный плюс автовольта то что они указали свой сайт я бы еще добавила какой-то призыв действию например запишись онлайн через сайт и получи скидку 3 процента или скидку 5 процентов нужно какое-то действие чтобы человек перешел на данный сайт а не просто чтобы сайт у вас висела самой шапки профиля далее мы смотрим актуальные истории здесь они отсутствуют то есть есть вкладка отзывов до отзывов там нет так делать нельзя если вы делаете иконку обязательно в этой иконке должна быть хотя бы одна история я бы еще добавила прайс услуги которые они предоставляют с какими машинами они работают то есть в актуальной истории мы добавляем всю самую актуальную информацию или все часто задаваемые вопросы которые задают нам наши клиенты наши покупатели наши посетители но там же вырежут я просто говорю мне можно вообще не останавливать попадая в ленту аккаунта автовольт мы не видим не навигации мы не видим где они находятся какие услуги они предоставляют здесь фотографии просто машины работы да то есть работы не описаны я как потенциальный клиент сервиса дальше искать по странице не пойду то есть я хочу зайти на аккаунт увидеть четко сколько стоит сколько по времени должна быть навигация по странице контакты услуги акции в данном аккаунте информация отсутствует полностью здесь нужно менять его весь начиная от имени заканчивая визуальным оформлением и так что я могу сказать здесь о текстах заголовок очень длинный вообще рекомендация для коммерческих аккаунтов такая вставляйте заголовок на фотографию это будет и навигация и заголовок который вы не должны повторять уже в текст обязательно такой момент мы когда включаем навигацию в картинку мы ни в коем случае не дублируем ту же самую информацию в сам текст то есть в описании данной картинки не растягивайте пишите текст не более 2000 символов обязательно потому что больше 2000 читать никто не будет и так что по поводу хэштегов хэштеги это сейчас самое самое актуальное бесплатное продвижение которое может любой аккаунт использовать в своей бесплатной рекламе в бесплатном продвижении вы должны всегда ставить хэштеги по запросу вашей целевой хотя бы пять пусть пять будут по запросам целевой опять и допустим примеру там авто 74 автомобили челябинск да для данного аккаунта автовольт 74 использовал только один хэштег именно в данном посте что конечно же очень плохо потому что данный пост он никак не продвигается по каким-то связанным либо смежным хэштегом мы поменяли аватар поставили его более разборчивым читаемым поменяли имя разделили его на несколько частей то есть теперь у нас четко рассматривается совпадение с логотипом мы поменяли шапку профиля указали точные локации сервиса то есть это центр чем для поискового запроса также мы писали актуальную акцию которая сейчас действует это бесплатная замена масла мы сделали актуальные истории именно по запросам вакансиями акциями контактами и процессом работы мы поменяли полностью визуал ленты сделали в стиле автосервиса взяли за основу черный цвет для узнаваемости во всех соц сетях мы не стали использовать другие цвета поэтому теперь у нас в аккаунте есть полная навигация есть вопросы да которые задают потенциальные клиенты и клиенты мы разработали здесь уже так скажем полную маркетинговую стратегию продвижения да то есть как повысить узнаваемость сервиса мы поменяли полностью концепцию написания текстов поставьте себя на место вашего потенциального клиента и отвечайте на его вопросы ваших текстов тогда они у вас будут все собраны считаем и и понятны мы считаем что не нужно лить воду мы видим приход подписчиков которым это интересные которые смотрят сейчас мы понимаем что работа идет эффективно потому что более 10 процентов подписчиков они реагируют лайками на публикации то есть мы можем говорить о том что вовлечение в аккаунт она есть и она работает получая сообщение в директ не с глупым вопросом подскажите а сколько это стоит либо а как вам записаться а куда вам поехать они просто пишут четко сразу запишите нас дата время итак мы наглядно видим что на старом аккаунте не использовались хэштеги соответственно бесплатного продвижения не было теперь давайте мы посмотрим на новый аккаунт который мы восстановили так скажем возобновили изменили мы видим что от хэштегов у нас есть 86 приходов это достаточно неплохо для такого небольшого автосервиса как автовольт конечно столько лет основной поток у нас все равно это постоянщики у нас уже больше трех тысяч клиентов база но благодаря вот подвижению вот этому всему в соцсетях эта база растет я вижу что она растет ты яркая девушка размера плюс сайс любишь свое тело и мечтала блистать на сцене и экранах тв прими участие в конкурсе красоты леди мармелад получи полную перезагрузку и выиграй 100 тысяч рублей 100 тысяч рублей подробности в группах леди мармелад конкурс набор участниц до 1 ноября приглашаем партнеров меди арт утонченная классика меди арт безупречный силуэт женственность главный модный тренд меди арт это платье вашей мечты меди арт гарантия восторженных взглядов имидж клуб светлана при поддержке фирменного магазина корейской косметики тони молли представляет проект модель x правила стиля тенденции моды разбор гардероба эффективный шоппинг грамотный уход за лицом и телом два месяца интенсивных занятий со стилистами и бьюти экспертами и всего 12 участниц запись на кастинг по телефону 263 57 37 подробности на сайте светлана 74 .ру центр дизайна форум арт известен как один из первых творческих кластеров челябинска это идеальная площадка для реализации различных художественных проектов формат на своей территории объединяет дизайнеров архитекторов проектировщиков поставщиков и продавцов мебели света керамики отделочных материалов и специального оборудования вовлекая их во взаимовыгодное сотрудничество друг с другом нас часто проходят мастер-классы художественные мастер-классы по флористике и верт мероприятия различного плана которые можно отнести бьюти индустрии а еще интерьеры форм арта сдаются фотографам стилистам и блогерам для фотосессий приходите сюда с идеями приходите за идеями приходите за красотой и вдохновением увидимся в центре дизайна форм арт а а а Недели моды в мировых столицах этой осенью проходят в особом формате. Но главное, что они проходят, что есть возможность дизайнерам показать свое видение моды сегодняшней. Не отстают от мировых столиц и челябинские дизайнеры. Так свои коллекции они показали в рамках Long Fashion Weekend, где в числе гостей оказалась и съемочная группа Peter Time. Несмотря на все трудности, которые переживает модная индустрия, Long Fashion Weekend 2020 в Челябинске все же состоялся. Об изоляции и мировом кризисе напоминали разве что стильные косынки на лицах девушек. Показ осень-зима был посвящен природе. Гостей пригласили в прекрасный осенний лес. Субтитры создавал DimaTorzok Это возвращение к корням, к себе, к природе своего тела, к природе своей души. Во время пандемии многие поняли, что как важно выбираться на природу, побыть наедине с самим собой, с природой, насколько это восполняет, исцеляет. Видим все через призму природы, вдохновляемся природой, используем зачастую натуральные ткани. Тема природы и экология – это такие нейтральные цвета, нежные, натуральные. Цвета, которые изначально создались природой. Это песок, это вода. Ну, оттенки, которые окружают нас, наши глаза привычны к этим цветам. Никаких кричащих. И самый яркий, наверное, это красный. Это красный классический, который у нас мы привычны увидеть в красном маке. Пока одни дизайнеры вдохновлялись спокойными тонами земли и неба, другие отыскали в природной гармонии свои цветовые решения. Но природа у всех разная. Природа – это не всегда натуральные оттенки. Для меня природа – это природа яркие оттенки. Это яркие, ядовитые цветы. Это вот анималистичный принт. Вот у меня очень много в коллекции принта зебры. Да, Дербенцева, вот Татьяна. У нее мне понравился образ, там такой салатовый свитшот, яркий, кислотный. Там платок отстегивающий. Я просто люблю все такие темы многофункциональные. Как и всегда, место встречи было провокационным. Из золотого леса зрители перенеслись на спортивную площадку. Советский спортзал наполнился шумом листвы и началось стильное шоу. Мы рассматривали разные локации, нам нужна была близость к природе. Эта локация находится в самой природной точке Челябинска, в Бару. Соответственно, часть показов будет проходить именно на природе. Поэтому мы определили именно эту локацию. Для дизайнеров спортивная площадка стала еще и символом борьбы и силы воли. Конечно, это спорт. Это спорт в том плане, что даже ты сам с собой постоянно хочешь быть выше даже вчерашнего себя. Сейчас площадка выбрана интересная, неординарная. И показывает силу, силу воли, стержень каждой женщины. Потому что женщины на самом деле должны все успевать. И реализовываться, и быть в семье, и рожать детей. Поэтому не слабый пол. Любовью к природе было пропитано все. Образы гостей, коллекции дизайнеров, материалы и цветовые сочетания, декорации и постеры. У меня есть идея. Я ее воплощаю. И все, что от этой идеи остается, превращается в новую идею. То есть у меня все циклы создания одежды, они практически безотходные. То есть мы не выкидываем ни одного кусочка ткани. А иногда из этого раздаются просто очень классные фишки. В коллекциях этого сезона угадывался и тренд на удобство в одежде и свободный крой. Сейчас одежда максимально комфортная и приближена к нашим реальным делам, которые в повседневной жизни нас встречают. Люди стали ценить комфортные отношения, комфортную одежду и комфортную жизнь еще сильнее. И это всегда будет главным мотивом этого сезона и года, и, наверное, ближайших пяти. Тренд на кожу, на бархат, на яркие цвета актуальные. Например, у нас костюм в фиолетовом цвете, в бархате. Также у нас шуба из овчины в ярком цвете, желтом. В нашей коллекции осень-зима использовали бахромы. То есть мы следим за подиумами мировых брендов и применяем в своих коллекциях. Не все дизайнеры принимают участие в показе. Некоторые побаиваются, а другие усиленно готовятся к следующим сезонам. Делаем детали. Акцент на грудь. Вот многофункциональные наши вещи, которые можно легко отстегнуть в карманы, можно легко отстегнуть в пояс и рубашка превратится в базовую. Меня позвала вообще подруга. Конечно, модой я интересуюсь, но так, конечно, поверхностно, не углубляясь. Ну, для меня такой перформанс, так скажем, побывать здесь. Увидеть что-то новое, посмотреть на людей, себя показать. Я просто вот люблю все вот это вот, все интересное, яркое, искряющееся. Мне просто классно от этого. Мне понравилось то, что мы на улице сидели, были проходки девушек вот этих. Я не могу сказать, что я запомнила какую-то конкретную коллекцию. В целом, ощущение такое помпезное. Сезон «Осень-зима-2020» самого модного мероприятия Long Fashion Week стал по-настоящему особенным. Природа вдохнула в коллекции дизайнеров свободу и легкость. А стены спортзала напомнили о той силе, которая помогла, вопреки всему, насладиться творчеством талантливых людей. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашей странице ВКонтакте и в Инстаграм, а также на YouTube-канале Beauty Time. Заходите, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом. Я». Субтитры сделал DimaTorzok